Договор на вывоз мусора – залог чистоты. С таким призывом инспектор Владимир Якимов обращается к жителям села Никольское. Вместе с экспертом отдела ЖКХ Алексеем Коротковым он обходит частное домовладение. Задача – проинформировать собственников о том, что с 1 июля, согласно Подмосковному кодексу об административных правонарушениях, каждый домовладелец должен иметь договор на вывоз мусора. В связи с тем, что закон вступил недавно, поэтому сейчас у нас в основном проходит работа по информированию населения. Не сразу, как говорится, применять штрафные санкции, а для того, чтобы люди проинформировали, чтобы они знали ответственность за данные правонарушения, знали организации, с которыми они могли бы заключить договор на вывоз мусора. В Никольском сельском поселении 1310 домовладений. Пока в договорные отношения с организациями по вывозу мусора вступили 350 собственников. Обращаясь к жителям частного сектора, инспектор крайне лаконичен. Закон вступил в силу с 1 июля, значит договор уже должен быть на руках. Подскажите, пожалуйста, вы заключили договор на вывоз мусора? Нет. А почему? А все это самое. Как-то я видела объявление. Вот, смотрите, вы обязаны частным домовладением заключить договор на вывоз мусора. Смотрите, сейчас выдаем информационные листовочки, чтобы прочитали, какая ответственность за отсутствие договора на вывоз мусора. И вот, смотрите, есть реквизиты компаний. Это администрация с Купси-Никольской? Да, ребят, это с удовольствием, да, да, и мы знаем, что это надо. Здравствуйте. В Подмосковье уже выписали 26 штрафов владельцам частных домов, не заключивших договор на вывоз мусора. Специалисты Госадминтехнадзора, курирующие Одинцовский район, пока ведут разъяснительную работу. Штрафные санкции, согласно кодексу, для физических лиц составляют 5 тысяч рублей, для юридических – 300 тысяч. Вместе с тем, статья расходов на вывоз и утилизацию отходов, по словам специалистов, варьируется в размере 200-300 рублей ежемесячно. Договор с компанией, у которой собственник выберет сам, как правило, заключается на год. Мария Подъепольская, Леонид Бурдин, телекомпания Одинцова.